MTV предупреждает. Программа содержит сцены жестокости и насилия и настоятельно рекомендуется для просмотра родителям несовершеннолетних геймеров. Игры, упоминаемые в программе, имеют возрастные ограничения и не предназначены для людей с неустойчивой психикой и моложе 18 лет. Человеку свойственно жажда власти. Подстегиваемые желанием чувствуют себя повелителями. Люди с головой уходят в виртуальный мир. Но именно там их и поджидает самая коварная ловушка. За кажущейся простотой прячется опасный враг. И вместо власти они получают рабство. Рабство перед виртуальным миром, из которого более нет выхода. Он становится наваждением. Компьютерная вселенная. Это воплощение всего самого отвратительного, что только может породить человеческое воображение. В ней выживают только те, кто может приспособиться. Кровопролитные бои и подлые предательства. Роковые стечения обстоятельств и тяжкий выбор. Голова идет кругом, а сердце сжимается от страха. В эфире страшно интересная десятка самых секретных агентов виртуального мира. В ближайшие полчаса вам будет страшно и интересно. Поскольку мир по ту сторону экрана удивительно похож на наш, в нем тоже есть правительство, тайные организации и свои шпионы. Только компьютерные разведчики и спецагенты намного проворнее, а следовательно опаснее своих реальных прототипов. Десять самых легендарных из них вы увидите прямо сейчас. Прекрасная и безмятежная планета Хилия однажды столкнулась с отвратительным инопланетным вторжением. Монстры с планеты Думс вероломно вторгались на Хилию и в огромных количествах похищали местных жителей. С захватчиками героически боролся правительственный корпус Альфа. По крайней мере, так говорили власти. Однако на деле все было иначе. СМИ продолжали трубить о новых победах защитников, а похищения продолжались. Подпольная организация «Айрис» собралась выяснить истинное положение дел и отправила на базы корпуса Альфа своего агента H2 с разведывательной миссией. Переодевшись в правительственного бойца, H2 раскрыл секрет сговора корпуса Альфа с захватчиками, но выдал себя и был взят в плен. Только благодаря самоотверженности другой сотрудницы «Айрис» зеленоглазый Джейд, H2 освободился и продолжил борьбу. Верный своему делу, но не очень удачливый H2 из-за гранью добра и зла становится секретным агентом, открывающим нашу виртуальную десятку. Бесспорная харизма, небывалая отвага и завидные боевые командирские навыки для представителей инопланетных рас казалось невообразимым, что эти черты присущи человеку. Неудивительно, что капитан Шепард, обладавший всеми этими качествами, стал первым землянином, удостоившимся носить почетное звание «Спектра». Ведь «Спектров» не готовили, а выбирали лучших из лучших. ЦРУ, ФБР и спецназ в одном лице образца 22-го века. На этих элитных бойцах держался совет «Цитадели». Они были его правой рукой. Им давали самые ответственные задания во всех отдаленных уголках галактики. И в том, что миссия будет выполнена, никто не сомневался. «Спектры» решали вопросы любой ценой и любыми средствами. Вот и Шепард, когда ему приказали тайно выследить дезертира Сарана, не только обнаружил его, но и вышел на тех, кто собирался вычеркнуть человечество из истории Вселенной. На пожинателей. Проникнув со своей преданной командой в самый мозг инопланетного чудовища, этот агент совета «Цитадели» узнал намерение агрессивной расы и успел предупредить командование об угрозе. Он спас разумную жизнь и уже одним этим заслужил место в нашем хит-параде. Капитан Шепард из Mass Effect – девятый среди секретных агентов на просторах игровой галактики. В обычной жизни повышение по службе – это повод для гордости. В виртуальном мире это смахивает на смертный приговор. Леон Скотт Кеннеди испытал это на себе, пройдя путь от простого офицера американской полиции до особого правительственного агента. Однажды пришел момент, которого он хотел бы меньше всего. Была похищена дочь самого президента США – Эшли Грайф. Она удерживалась в заложниках где-то в Испании, куда Леона незамедлительно отправили. Прибыв на место в какую-то богом забытую деревушку, Леон понял, что попал в ад на земле. Он столкнулся с местными крестьянами, зараженными неким паразитическим организмом, превращавшим людей в омерзительных и опасных мутантов. Невменяемые простолюдины подчинялись богомерзкой секте Лёс Иллюминадос, члены которой тоже были носителями этой заразы. Но освободить дочь президента было полдела. Основной задачей стало остановить этих фанатиков, вознамерившихся распространить свою чему на весь мир и, по возможности, не заразиться самому. Однако для этого предстояло сразиться с головой секты. Правительственный агент, попавший в сверхъестественную передрягу, отчаянный Леон Скотт Кеннеди из Resident Evil 4 удостаивается восьмого места. Прервемся на пару минут, чтобы после рекламы показать вам, почему бывших спецагентов не бывает. Как разобраться с прошлым, которого не помнишь. Кто рискнул проникнуть в темный сектор и выжил? В чем заключается истинное предназначение шпионов? А также многое другое. Основная задача секретного агента — оставаться секретным во время выполнения операции. Если все же случается себя выдать, необходимо уничтожить всех свидетелей. Мы продолжаем обратный отсчет самых отчаянных секретных агентов в виртуальности. Вряд ли Solid Snake мог бы всю оставшуюся жизнь быть отшельником. К таким людям, как он, недавний агент спецподразделения Foxhound, выполнявший деликатные правительственные задания, неприменимо понятие «бывший». Поэтому, когда Рой Кэмпбелл, старый знакомый и некогда командир Solid приехал к нему на Аляску, он даже не сомневался — опытный командос не откажется от предложения. И не ошибся. Снэйк согласился принять участие в антитеррористической операции на острове Шэдоу-Моузес. Сам того не ведая, он ввязался в многолетнюю борьбу со вчерашними сослуживцами и друзьями из Foxhound. Свои шпионские и боевые навыки, полученные в отряде, теперь, по иронии судьбы, он применял против своего бывшего шефа Биг Босса и клонированного брата Ликвида. Тайно проникая в стан новоиспеченного врага, он разбивал любые коварные планы злодеев, снова и снова спасая человечество. Солид Снэйк из легендарной серии Metal Gear Solid с железной хваткой ухватился за седьмую строчку нашего хит-парада. Он очнулся на пляже в Бруклине. Совершенно не помни, кто он такой и что произошло. Все, что у него было, это лишь загадочная татуировка, цифры 13 на теле и ключ от депозитной ячейки в банке. В этом сейфе 13-й вскоре обнаружил документы, которые сообщили, что зовут его Стив Роланд, и он капитан американского спецназа. Внезапно Роланд оказался в центре очень кровавых событий. За ним гналась ФБР, обвинявшая его в убийстве президента США. К ФБР присоединилась армия наемных убийц, жаждущая смерти Роланда. Пройдя сквозь тяжелейшие испытания, герой узнал, что его зовут вовсе не Стив Роланд, а Джейсон Флайк. Он являлся агентом, внедренным в тайную организацию, состоящую из 20 человек. В это тайное общество он вошел под номером 13 и должен был предотвратить убийство действующего президента и приход к власти главаря двадцатки, самого двадцатого. Однако операция пошла не по заданному плану, что привело к бесчеловечной чехарде убийств. Потерявший память, но борющийся за свое прошлое Джейсон Флайк, он же тринадцатый из тринадцать, становится шестым по счету секретным агентом виртуальности. После того, как загадочный вирус техноцид стал господствовать в Лавсрии, территория этой бывшей советской республики стала справедливо именоваться темным сектором. Только натренированный профессионал, такой как агент СРУ Гайдентену, мог проникнуть в самое логово бактериологического зверя, чтобы ответить на главные вопросы. Что явилось причиной появления этой заразы, вызывающей самые невообразимые мутации? Агент, несмотря на все трудности, смог пробраться в эпицентр новой чумы. Вот только ему самому не удалось уберечься. Гайдентен начал превращаться в мутанта. Однако врожденная аналгезия, оно же полное отсутствие чувства боли, преобразило его совсем иным образом, нежели остальных. Его тело покрылось пластинами органической брони, появилась сверхчеловеческая сила и скорость, а из руки выросло подобие бумеранга с тремя лезвиями. Благодаря новым способностям, этот вчерашний обычный агент СРУ превратился в настоящую машину смерти, кромсавшую озверевших, разлагающихся чудовищ. Только так он смог выжить и найти след виновника катастрофы, Роберта Мазнера. Немало конкурирующих тайных агентов полегло от смертоносного бумеранга Гайдена Тенна из Дарк Сектор, расчистившего себе таким образом пятое место. Контрразведка Контрразведка — это незагадочные красотки, рестораны, джаз и всезнающие фройера, как показывают в фильмах. Военная контрразведка — это огромная, тяжелая работа. Слова из знаменитого произведения Владимира Богомолова «Момент истины» в августе 44-го, абсолютно точно описывающие деятельность главного управления военной контрразведки СМЕРШ. Вот и еще для одного человека встреча со мной стала последней. Впрочем, таким героем, как Семен Строгов, капитан 4-го отдела управления, некогда было думать о нелегкой доле. Для этих людей, настоящих патриотов, главной задачей было выполнить долг перед Родиной, порой даже ценой своей жизни. Шпионаж, контрразведка, диверсии, похищение и ликвидация особо важных персон противника капитану поручали самые сложные и опасные задания. Семен Строгов готовил и преподносил самые неожиданные сюрпризы немецкой разведки, отрубая одну за другой головы фашистской шпионской гидре, раз за разом приближая победу. Меню готово. Жду. Герой-разведчик и смерть шпионам за свою отвагу и преданность Родине безусловно получает четвертую позицию в рейтинге самых секретных агентов виртуального мира. Кто составил лидирующую тройку сегодняшнего списка, вы узнаете после пары минут рекламы. Оставайтесь с нами. Даже являясь вполне советскими людьми, они остаются загадкой. Только единицы знают, через что им приходится проходить в своей жизни. Об этом знают лишь их начальники. Мы представляем лидирующую тройку самых яростных спецагентов по ту сторону экрана. Супершпион. Так одним словом можно описать этого агента. Агент 007 британской разведки Ми-6. Светский лев, непревзойденный ловелас, он прекрасно владел всеми видами оружия и приемами борьбы, но всегда предпочитал решать вопросы элегантно. Он умеет водить любое транспортное средство, но предпочитает самые шикарные автомобили. Он выпивает, курит, ожает женщин, и при этом всегда остается настоящим джентльменом. Бонг мог пустить пыль в глаза любому, ведь это было его работой, которую он любил и выполнял безукоризненно. Тем, кто становился мишенью агента 007, можно лишь посочувствовать. На бедняге можно ставить жирный крест. Ибо не было случая, когда кто-то уходил от возмездия хладнокровного парня с его врожденными навыками убийцы, вооруженного множеством хитрых гаджетов и неизменно обожаемого ее величеством удачей. Ведь это сам Бонд. Джеймс Бонд. Легендарный агент 007 из Quantum of Souls. Третий в нашем сегодняшнем топ-листе. Уникум. Секретный агент с большой буквы. Сэм Фишер. Все, что должен уметь и знать настоящий диверсант. Завидная физическая форма. Владение многочисленными видами единоборств. Умение с легкостью обращаться с любым видом оружия. Будь то дамский пистолет, ручной гранатомет или крупнокалиберное артиллерийское орудие. Затем, как Сэм обращается с ножом, лучше было наблюдать со стороны, ибо те, кто познакомился с его лезвием, вряд ли могли бы дать восторженную оценку. В способности сливаться с окружающим миром и быть невидимым этому миру секретному агенту не было равных. Но даже в случае обнаружения Фишер мог с легкостью уйти от врага благодаря своему умению управлять практически любым транспортным средством от автомобиля до вертолета. Он выходил сухим из любых передряг, снова и снова доказывая, что он номер один в когорте самых лучших тайных агентов современности. Сэм Фишер из Tom Clancy's Splinter Cell зарабатывает почетное второе место нашего хит-парада. Какой же из шпионов обошел всех конкурентов? Кому принадлежит звание самого опасного, неуловимого и секретного агента компьютерной вселенной? Об этом вы узнаете после того, как мы вновь откроем досье на 9 претендентов на пальму первенства. Открывает наш список отважный и преданный, немного простоватый H2 из «За гранью добра и зла». Капитан Шепард из «Масс Эффект», спасший галактику от пожинателей, становится девятым в нашем хит-параде. На восьмом месте Леон Кеннеди из «Резидент Эйвел 4», которого на задание по спасению дочери отправил сам президент США. Солид Снейк из легендарной серии «Метал Гир Солид» железной хваткой ухватился за седьмую строчку нашего топ-листа. На шестой позиции с амнезией и обвинением в убийстве президента очнулся тринадцатый, он же Джейсон Флайт из «Тринадцать». Пятерку хит-парада секретных агентов открывает мутировавший агент СРУ Гайдан Теннер из «Дарк Сектор», лихо управляющий своим смертоносным бумерангом. На четвертой строчке капитан четвертого отдела СМЕРШ Семен Строгов из «СМЕРШ Пиона», удачно вставляющий палки в колеса фашистской разведывательной машине. Легендарный агент 007 Джеймс Бонд из «Квантум оф Солос» в виртуальном мире оказался третьим. Серебряную медаль среди секретных агентов взял себе Сэм Фишер из «Том Клансе Сплинтерселл», ходячая машина убийств с отменным набором из вилл. А теперь познакомьтесь с победителем нашего сегодняшнего состязания. Джейсон Борд Он был настоящим любимчиком правительственных структур США. Спецагент, прошедший все мыслимые и немыслимые подготовки, сделавший из него чуть ли не сверхчеловек. Он стал настоящим мастером точечного уничтожения важных персон. Его направляли на устранение высокопоставленных латиноамериканских, африканских и европейских чиновников. За время своей работы он нажил себе столько врагов, что если бы не его уникальные умения, он давно был бы мертв. Однако, однажды сам Борн оказался неугоден своим работодателям и подлежал устранению. Это стало роковой ошибкой всех власть придержащих, недооценивших свое бывшее супероружие. Теперь Борн развернулся против них и даже несмотря на потерю памяти, был чрезвычайно опасен для преследователей. владеющий всеми видами оружия, прекрасно управляющий любым транспортом, разговаривающий на многих языках и непревзойденно дерущийся в рукопашную. Джейсон Борн заставил дрожать от ужаса тех, кто его заказал. Настоящая гроза всех секретных агентств мира. Джейсон Борн из The Born Conspiracy забрался на верхнюю ступеньку нашего пьедестала, тайно обойдя всех своих виртуальных коллег. Только что вы познакомились с 10 легендарными спецагентами из цифрового измерения. В следующих выпусках программы мы продолжим знакомить вас с самыми темными ипостасями виртуальной вселенной. Жуткие катастрофы, кровавые столкновения, зловещие заповеди и многое другое. Все это для того, чтобы вам стало страшно и интересно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова